Особое внимание вновь к кладбищу. Уже несколько лет подряд в этой теме никак не поставят точку. Казалось бы, еще зимой этого года Аким Алматинского района города, Адильгирей Аугельбаев, обещал расставить в этом вопросе все точки над «и», но неравнодушные жители говорят, что ВОЗ и ныне там. Сначала люди были возмущены передачей погоста в частные руки, а теперь недовольны неточностями, указанными в земельном акте. С 2018 года мы просим, добавьте нам немножко земли, потому что мало земли у нас на кладбище, где-то на 3-4 года. Добавьте нам земли, пока не отдали эту землю частникам. Хорошо. Год мы бились, с кем только не встречались, с Новым Акимом района, с Ли Сергеем Михайловичем, зам Акима города. В результате в марте месяце мне выдали земельный акт. В этом земельном акте, христианское кладбище, добавленная земля, к нам присоединили участок мусульманского кладбища, который даже на тот момент где-то было 4-7 захоронений. Ну, я говорю, ладно, самое главное, земля это самое, ну, застолблена, чтобы не отдали частнику. Стали возмущаться некоторые товарищи, почему, значит, на христианском кладбище хоронят мусульман по документам. А мусульмане говорят, не пускай на вашей земле хоронить, чтобы скандал был. Мы сейчас хотим, первое, чтобы нам выдали реальный земельный акт, христианское-христианское, мусульманское-мусульманское кладбище. Со слов Асхата Ашахарова, скандал вокруг кладбищенской темы давно потерял свою актуальность. После разбирательств хоронить усопших будут на законных основаниях на выделенной государством земле. Хоронить христиан и мусульман будут на отдельных территориях. Но теперь люди требуют от власти, чтобы по ГОСТ обслуживали старейшины округа, создавшие общественное объединение. Если вы делаете какое-то предложение, давайте обсуждать то, что вы говорите, знаете, бюджетный кодекс, это хорошо. Поэтому, согласно бюджетного кодекса, население как примет решение, либо выберет какого-то частника, либо по пути того, что если частника нет, то мы вынуждены будем сами брать на себя тыс и дальше продолжать эту работу. Наш уполномоченный орган – это отдел лично-коммунального хозяйства. Какой путь вы выбираете сами? Изменить ситуацию жители Курайли просят и в медицинской сфере. Население обращает внимание на то, что врачей на весь округ, а это более 7 тысяч человек, меньше, чем полагается. Напомним, Курайлинский жилой массив включает в себя несколько населенных пунктов. Это Курайли, Елег, Георгиевка. Один врач на четыре поселка. У нас четыре поселка. Георгиевка у нас, Елег, Новостройка и этот. Сколько тысяч населения? 6 тысяч населения. Кроме этого, которые не прописаны у нас, где-то полторы тысячи. Вы одна не успеваете? Одна не успеваю. Педиатр сейчас с декретом отпуске. Осталась я одна из-за педиатра, из-за терапевта. Что предлагаете сами, вот как врач? В данный момент мне надо врачей, молодых. Например, у меня возраст, пенсионный возраст. На пенсии я. Уже 5 лет на пенсии я. Если молодые, можно было с ними работать. Говорили и о дорогах, и о детских и спортплощадках. Отсутствие остановочных павильонов, работа общественного транспорта и вовремя не выведены с участков мусор. Жители традиционно уделили этим темам особое внимание. Кто сейчас обслуживает? Какая компания? Ахжол. Кто Ахжол обслуживает? Они что, не успевают? Практически не успевают они. В связи с этим пандемией, в смысле с этим вирусом, затянулся процесс их подготовки. Чисто сначала они месяцами не убирались, поэтому нагрузка большая была. Сейчас мой город потихоньку привели в порядок. Поясните, как может пандемия помешать на вывоз мусора? Чем она помешала? Она помешала вот это проведение тендера, вот это все полностью, она затянулась в процесс. Процесс затянулся. В связи с этим получилось так, что вот мы попросили тех ребят, которые раньше этими вопросами занимались. Вот сейчас на сегодняшний день вроде бы она стабилизируется. Когда вы планируете исправить? Ребята вошли в график уже. Если все будет нормально, в общем, вот ноябрь они все полностью наладят, полностью очистят город. В целом, жители Курайли пытались донести до Акима, что перед ним по-прежнему стоят действительно масштабные задачи. Деньги на все социальные инициативы вроде бы есть. Главное – потратить их правильно, уверенно население.